Неизвестная ящерица Где Давид для этого Голиафа? Маг Александр и священник Виссарион теребят свои маленькие книжки. Один спрашивает, как ты думаешь, стоит ли принести жертву? Слезы грешника, жертва угодная Богу, отвечает другой. Где ты здесь видишь Бога? Очнись. И вообще, где Давид для этого Голиафа? И вот он выходит, вернее она, девочка. Длинные глаза, наглый рот, острая грудь, великолепные ноги. Именно про такие ноги говорят от ушей. Уйди, слышишь? Как она услышит? Ящерица высотой за сталинскую девятиэтажку. Уйди и не возвращайся, повторяет она и даже, кажется, улыбается. Неожиданно чудовище делает один неуверенный шаг назад, другой. И вот она уже скрылась за линией горизонта. Только несколько огромных волн, выдыхая ух, накатились на берег. Это была лилит, говорит клерк-секретарша. Это была эхидна, говорит министр министру. Какая-то непотребная история, восклицает священник, и маг кивает ему. Он обещает поискать вот какие-то аналоги в средневековых манускриптах и неканонических апокалипсисах. Девушка поднимается от берега в гору. Случайный прохожий ее спрашивает, кто ты на самом деле? Я Давид для этого Голиафа, отвечает она, закуривает и смеется.